Приветствую вас, друзья, на нашем канале. Сегодня у нас очередной набор от LEGO Education. Это набор робототехнический, который вышел в конце 2019 года, а в продажу поступил в 2020 году. Итак, робот Spike Prime. Как вы видите, у него есть основной и дополнительный набор, и многих это натолкнет на мысль, что точно так же продаются наборы Ива 3. Все правильно. Многие рассматривают эти наборы на замену, а я сегодня хочу вам рассказать, стоит ли один набор заменять другим или это приятное дополнение. Как позиционировать LEGO Education? Итак, для самого начала давайте попробуем посмотреть, чем отличается бокс Spike Prime от бокса Ива 3. Как вы видите, у нас крышка уже не прозрачная. Хотел вам напомнить или сказать тем, кто не знает, что углубление в крышке нам помогает штабилировать контейнеры друг на друга, чтобы они не спадывали. Это первое. А второе для сортировки отлично подходит. Вы спадете детали, и они уже никуда не деваются. Открываем набор. У нас здесь, как всегда, список деталей, которые нам очень помогают инвентаризировать. Наклеечки, которые необходимо вклеивать на борта накопителя. И обратите внимание, вот еще на что, что теперь у нас лоточки, они раздельны. Если вы занимаетесь вот этим, то знаете, что лотки у вас в том случае будут цельными. Далее у нас есть опять инструкции. Еще дополнительные детали. Кабель для зарядки micro USB. Дальше рамки. Датчики. И, собственно, вот этот блок, который нам с вами сейчас наиболее интересен. Давайте я вам покажу, что это такое. Открываем. И что же мы видим? А мы с вами, собственно, видим, что у нас здесь есть сам блок, то есть хаб, и аккумуляторная батарея. Напомним, опять же, тем, кто не знает, что в наборах робототехнических виду нет блока вот этого. Батарейки выставляют туда обычные пальчиковые. Кстати, давайте проверим, можно ли сюда пальчиковые батарейки установить. Нет, этого невозможно сделать. Вот. А в его третьем, опять же, я вам напомню, что батарейки мы можем устанавливать и пальчиковые, но в наборе идет, что, как вы думаете, такой же аккумуляторная батарея. Но проблема в том, что к этой аккумуляторной батарее нет самого зарядного блока. Поэтому, если вы покупаете его третий, вы должны быть информированы о том, что необходимо сразу же докупить еще и блок зарядки, который стоит в районе двух с половиной тысяч рублей. А здесь нам предоставили универсальный такой хвостик, который мы вставляем и, собственно, заряжаем. Это отлично. Тут есть индикатор заряда. Сейчас мы прибираемся на столе и я вам расскажу 10 причин, по которым бы я перешел с EV3 на Spike Prime. Погнали! Итак, первая причина, друзья, это программное обеспечение. В данном случае Spike Prime будет программироваться под управлением Scratch 3.0. Это здорово. Я ничего не имею против программного обеспечения EV3.0. Оно графическое, понятное и доступное детям. Но проблема в том, что оно недостаточно гибкое. Некоторые вещи с циклами, осветлениями, мы тратим на них достаточно много времени. В Scratch 3.0 такого нет. Плюс ко всему, Scratch похож на то программирование, с которым мы встречаемся в реальной жизни. Это текстовый редактор, где вы хоть и блоками вставляете, но, опять же, эти блоки, они все буквенные и дети привыкают именно к традиционному программированию. Поэтому первая причина – это Scratch. Причина номер два – это улучшенные характеристики моторов. Не только характеристики и моторы были улучшены, а еще и способ работы с ними. То есть, появились дополнительные блоки, которые, собственно, будут вам помогать. Хотел обратить ваше внимание, они сразу недоступны. Для того, чтобы насладиться ими, перейдите в нижнюю левую часть вашего экрана и активируйте эти функции. Таким образом, вы поймете, что работать с двигателями стало проще. Причина номер три – улучшенный датчик касания. Покажу вам ИВА-3 и покажу датчик касания Spike Prime. Выглядят они вот таким вот образом. В чем разница? Вспомните, как работает датчик касания ИВА-3. На нажатии. То есть, нажали – отпустили. Ноль или единицы. Или изменение состояния. И все. Здесь мы имеем возможность замерять силу нажатия от 0 до 10 Н. Соответственно, мы можем делать лучше, больше и качественнее наши модели. Соответственно, он стал более функциональным, потому что мы можем уже при определенном сопротивлении на кнопке совершать то или иное действие. Это более прогнозируемый результат и, соответственно, более качественные роботы могут выходить после ваших занятий. Четвертая причина, друзья – это улучшенный хаб, концентратор, кирпич, микрокомпьютер, как их только не называют. Я для примера вам покажу ИВА-3. Он достаточно громоздкий. Помните, что он по сравнению с NXT стал умнее, но форму он почти не менял. У нас торчит батарейный блок. Сразу берем в руки Spike Prime и видим, что это прямоугольник. Также мы видим, что у нас есть динамик с вами встроенный и еще у нас встроенный гироскоп. Соответственно, минус один датчик, который мы вынуждены громоздить куда-то на свою конструкцию. И он уже интегрирован. Мы сразу можем начать с ним работать, на него обращаться. Также блок зарядки у нас здесь. Обычная верхняя часть торчит, поэтому классное расположение, я считаю. Внизу органы управления. Дисплей вроде бы кажется, что он неудобен и годится только для отображения какой-то символьной информации. Нет, это хороший дисплей. Нет никакой проблемы для вызова нужной программы тогда, когда она вам пригодится. По отзывам других людей, что этот дисплей гораздо информативнее от этого. Сам не проверял, не скажу, но поверьте, знающим людям. Причина номер пять. Это проводочные зажимы. Вроде бы мелочь, но помните, сколько конструкций было провалено из-за того, что провод попал под колесо в шестерню еще куда-то и соревнование пошло прахом. Были такие ситуации со всеми. Проводочные зажимы, которые нам предложили, уже являются штатным решением. И не нужно колхозить и выдумывать, каким образом нам организовать все эти провода, коммутационные линии, чтобы они не повредили нашу конструкцию. Вот мелочь, а приятно. И вот эта мелочь может быть тем отличием, которое поможет вам победить. Причина номер шесть. Друзья, это вот такие элементы. Как и в предыдущем шаге, вроде бы какая-то мелочь, но опять же, насколько эта штука, которая называется бисквит в простонародье, облегчает жизнь робототехникам. Помните, сколько вы времени тратите на поиск той самой детали, которая решит проблему. А вот они. Это одни из самых универсальных вещей, которые позволяют соединять детали друг с другом. Прелесть состоит в чем? В том, что вы их можете, в принципе, докупить и отдельно. Они продаются. Но зачем покупать отдельно, если они входят в набор Spike Prime. Причина номер семь. Это вот такие большие рамки. Помните, когда вы строите огромного робота, постоянно создается вопрос, как же нам все это разместить на платформе? Почему LEGO не придумала какие-то другие детали? И во третьем, например, были вот такие рамки. А здесь у нас в Spike Prime вот такого размера рамки. Да еще есть вот такие пластины. И как вы думаете, будет ли полезно вот эти элементы? И не упростят ли они нам жизнь и расположение дополнительных элементов на корпусе нашего робота? Да, конечно, упростят. Поэтому вот эти рамки это то, что должно быть. И классно, что они появились. Погнали далее. Причина номер восемь. Это датчики, сенсоры, как хотите их называйте. Напомню, как выглядели они в наборе Ило третьем. Вот такие интересные. Дети хорошо запоминали. Ультразвуковой датчик, датчик цвета, имеющий прямоугольную форму. И теперь посмотрим в Spike Prime. Это квадрат. Согласитесь, что квадрат, а еще и с расположением крепежных элементов на задней стороне, гораздо проще разместить на любой конструкции. Просто воткнули его и все у вас работает. Нежели потратить кучу времени и придумать, как разместить датчик от Ило третьего. Конечно же, те, кто заядлый робототехник с большим опытом, они все это заранее в голове просчитывают. Но согласитесь, что здесь легче войти в стан новых робототехников с меньшей болью. Потому что, собственно, всегда обидно, когда робот уже готов большой, и ты забыл предусмотреть место по тот или другой датчик. Или тебе просто появилась необходимость установить. Вот здесь за счет того, что это стандартные прямоугольные формы. И, в принципе, мы когда работаем со всеми кубиками LEGO, у нас прямые углы везде встречаются. И интегрировать такие вещи гораздо проще. Это была восьмая причина. Причина номер 9. Это наш хаб. Точнее, то, что он отображает на себе. Посмотрите, нажатием кнопки появляются различные пиксели. Пиксели – это очень модно. Это мода пошла с Майнкрафта, где дети строят из кубиков различные вещи. Потом пойди-ка догадайся, что они значат. А здесь все понятно. А этот дисплей, он очень информативный. Как, спросите вы. Смотрите, у нас есть датчик расстояния. Я его подключаю в любой разъем. И мы с вами видим что? Видим сразу, посмотрите, расстояние, которое меняется. Это классно, это удобно. Плюс, согласитесь, что этот дисплей, он просто создан для того, чтобы выражать эмоции. В каждой конструкции я могу поручиться, что дети будут выводить на экран ту эмоцию, с которой они строили. А можно выводить информацию о расстоянии, которое было пройдено. Можно просто вот так повесить на шею, да, и замерять сердцебиение. Ну, кто это сделает, потом напишите, как это сделать. Ну, вообще можно. В общем, этот набор просто призван, чтобы раскрыть фантазию детей и мотивировать их на изучение робототехники. Десятая причина. Это количество портов, которые мы используем. В отличие от блока EV3, где мы использовали отдельно порты для подключения двигателей и отдельно порты для подключения датчиков, в Spike Prime всего 6 портов. А здесь, напомню, 8. Но 6 портов ввода и вывода информации. То есть, они универсальны. То есть, вы можете подключать как датчик, тут же перекинули, включили мотор. И все, у вас это работает и все поехало. Помните, что у вас постоянно не хватало двигателей, да, того пятого, возможности подключения пятого мотора. И вы вынуждены были вкорячивать туда дополнительный вот такой хаб. А здесь же все у вас получится. То есть, вы сами руководите процессом, вы сами понимаете, что нужно, в какой момент времени. Нужно больше двигателей, значит так. Напомню, что гироскоп уже встроен. Соответственно, минус один сенсор. Поэтому точно у вас одно отверстие будет свободно на вашем блоке. Вы его как раз таки используете. Пусть их 6, но они универсальны. Поэтому я считаю, что это один из самых отличных плюсов этого блока. Плюс он вообще легкий. Вот такие дела. И совсем забыл сказать вам. Посмотрите на разъемы. В отличие от EV3, у нас шлейф сразу зашит в двигатель или в сенсор. Да, и второй конец, он не RG, там 14, который был у нас на EV3. А разъем очень напоминает разъем от виду. На самом деле, это и есть тот же самый разъем. И вы в Smart Hub у вас можете засунуть. Другое дело, что он не работает с ним. Поэтому не лилейте себя надеждами. Если они у вас появились, что в видушках вы сможете использовать двигатели от Spike Prime. А может быть я этого не знаю. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Я с радостью прочитаю. Это было 10 причин, почему стоит перейти с EV3 на Spike Prime или его дополнить. Опять же, напишите в комментариях, чтобы мы понимали, стоит это делать или нет. Ведь у вас, наверное, больше опыта, чем у меня. С вами был Александр. Канал есть вопрос. Нажимайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних событий. Подписывайтесь на канал. Делитесь ссылками. И удачи вам! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok